Теперь такие письма чаще будут получать и жители Приморья. Совсем скоро присяжные смогут рассматривать уголовные дела не только в верховных судах республик, краевых и областных судах, но и в судах районного звена. Соответствующий закон вступит в силу уже с 1 июня 2017 года, а пока необходимо составить списки кандидатов, а это порядка 150 тысяч человек. Специалисты в мнении единодушны, работы впереди много и людей подготовить и помещения. Практически мы во всех судах можем проводить уже заседания, ну за исключением некоторых моментов, это оборудование мест нахождения присяжных заседателей и некоторые вопросы согласования с управлением судебных приставов о том, как будет проходить форма, так сказать, проведения права, так сказать, сопровождения и так далее. В этом плане готовность оценивают на 96%. Гораздо сложнее с кандидатами. Одни боятся ответственности вершить человеческие судьбы, другие решения присяжных всерьез не воспринимают. Можно ли отказаться от такой чести, смотря как такую позицию классифицировать? Неисполнение гражданского долга или есть объективная причина? В итоге явка в Приморье, как, впрочем, и по всей стране, лишь 1% от приглашенных. Мне очень неловко, но боюсь, что сегодня я не смогу исполнять обязанности присяжной. Я свободный писатель, и меня никто не может отпустить с работы или заменить. Займите место на скамье присяжных. Коллегии районных судов будут включать по 6 присяжных заседателей. Списки будут формировать, учитывая их место проживания. Еще изменения. К районным судам отойдут те дела, по которым ранее обвиняемые не имели права подавать ходатайство по рассмотрению по этой форме производства из-за территориального деления. Это, судя 105-е, 6-й, неполифицированное убийство. Это 111-й, 4-й, причинение тяжкого вида здоровью, повлигших по неосторожности смерть потерпевшего. Это и 105-е, 2-я, то есть квалифицированное убийство. В целом у дел рассмотренных коллегиями присяжных и по стране, и по Приморью есть единая статистика – 13% оправдательных приговоров. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.